я думаю что для того чтобы понять нужно задать себе вопрос готов ли я отдать себя за этого человека пожертвовать себя за этого человека готов ли я всю свою жизнь посвятить вот этому человеку причем не только когда мне с ним хорошо и приятно а именно вот подумать на те моменты когда он будет меня доставать он будет меня раздражать у нас будут конфликтные ситуации ну не дай конечно господь но вдруг он заболеет и будет прикован кровать и я должен буду за ним ухаживать вот если я люблю то у меня будет рождаться ответ да я готов пусть я не могу сказать что я на сто процентов вот сейчас но если я люблю этого человека я понимаю что я пройду вместе с ним этот путь что сегодня очень часто понятие любви она сопряжена только с какими-то чувствами эмоциями вообще в русском языке слово любовь она ведь такое странное она единственное которое мы применяем ко всем предметам нашего обожания это может быть и колбаса и собачка и ребенок и машина и жена то есть это в комплексе мы как всем этим вещам можем применять слово люблю но поистине или под так то что мы любим это то ради чего мы себя готовы пожертвовать отдать поэтому молодым людям которые вступают в брак или думают о браке прежде всего нужно задать вопрос насколько я готов себя сегодня пожертвовать для этого человека отдать себя ради него вот тогда наверное и будет ответ придет насколько я люблю его потому что если мы будем говорить библейским языком апостол павел в послании ефесиным в пятой главе он описывает вот качество любви и говорит что он говорит мужья любите своих жен и дальше стоит как христос возлюбил церковь и предал себя за нее вот для апостола павла был четкий ясный пример любви она это было в ней были чувства в ней были ей в ней есть место эмоциям но он говорит как христос возлюбил церковь предал себя за нее вот ответ на то что есть любовь готов ли я себя пожертвовать